В этом году наш край отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В рамках празднования этой даты Министерство культуры совместно с администрацией Краснодарского края проводит цикл социальных концертов заслуженных артистов России и Кубани Сергея и Константина Чижай. Программа носит патриотический характер и называется «Салют победы в наших песнях и сердцах». Этот салют победы от братьев Чижай прогремел и в Славянске на Кубани. Концерты на любой вкус регулярно проходят в городском Доме культуры. Но есть темы концертов, которые одинаково близки сердцу каждого русского человека вне зависимости от его возраста. Одна из таких тем – победа в Великой Отечественной войне. Именно ей и посвящался концерт братьев Чижай, который собрал полный зал зрителей. Люблю страшно концерты. Я взял на дальмез два билета. А особенно, когда, как говорят, вход свободный, то я тут как тут. Люблю я страшно эту музыку. Это же наше произведение наших лет. Я участвовал в самодеятельности. Значит, это наше произведение. Эти все песни, которые они поют, они отложились вот здесь. На этот социальный концерт, проводимый в рамках военно-патриотической работы в Краснодарском крае, были приглашены и старшеклассники школ города. Мы привели детей сюда специально для того, чтобы они послушали песни, посмотрели этот концерт. И надеемся, что им понравится все. Предварил выход на сцену заслуженных артистов России и Кубани номер народного хореографического ансамбля «Ритмопланеты». Их постановки на военную дему всегда становятся украшением патриотических мероприятий и настраивают публику на нужный лад. Следом за нашими артистами под громкие аплодисменты вышли братья Чижай Сергей и Константин. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ «На безымянной высоте. Венский вальс. Ты же выжил, солдат. Хотят ли русские войны?» Все эти сложные песни, наполненные болью потерь и страданий людей, переживших Великую Отечественную войну, хором подпевал весь зал. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Их тексты не заучиваются людьми специально, а мелодии не пропеваются по нотам. Их мы как будто бы впитали с молоком матери, потому они близки и понятны всем поколениям. Если первая часть концерта прошла для зала с комом, стоящим в горле, то вторая позволила от души порадоваться и как будто бы пережить счастливые моменты фронтовых передышек вместе с веселыми песнями тех времен, которых тоже немало. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Когда артисты предложили зрителям поучаствовать в импровизированной дискотеке 80-х, половина зала воспользовалась такой возможностью. Эти песни не имеют возраста. Сегодня это можно сказать с уверенностью, глядя на то, как одинаково бойко под них танцуют пожилые люди и школьники. Зрители остались в восторге от прошедшего концерта. Очень понравилось, потанцевала, устала, песни пела некоторые, которые знала. Я хотела идти на концерт, мне вот такие концерты нравятся, меня гордость переполняет, очень концерт понравился. Ответные слова благодарности зрителям выразили и артисты, которые дали нам интервью по завершению концерта. Ваша публика, я должен сказать, особенная. Действительно, потому что такой теплый прием, полный зал и преобладающая молодежь. Я понимаю, что это старшеклассники, но ведь это правильно, что их сегодня сюда привезли. Потому что действительно, мы ведь говорили со сцены, что им, молодежи, нести дальше память о нашей победе. И если те песни, которые мы сегодня исполнили, где-то отложились у них в душе, значит, наша память будет жива, эти песни будут жить, и наша победа будет всегда за нами. Сегодня мы ощутили, как они могут тепло встречать. У нас получилось активное общение с публикой, и мы были очень рады здесь сегодня оказаться. Несмотря на какие погодные условия и все другие обстоятельства, нам не помешали сегодня насладиться общением с вашей замечательной аудиторией. Славянцы еще долго не отпускали артистов со сцены. Всем хотелось сфотографироваться с теми, кто подарил им прекрасные эмоции и еще раз напомнил о великой победе наших дедов и прадедов, выставивших в страшной войне. Мария Климова, Игорь Ванчуков, программа «События».